В КФУ состоялась шестая отчетно-выборная профсоюзная конференция. В Казанском университете обсудили создание в Татарстане центра «Снежный барс». В КФУ прошел форум «Бизнес для города. Город для бизнеса». В Казанском федеральном университете прошла шестая отчетно-выборная профсоюзная конференция, на которой профсоюзный комитет обсудил проделанную работу в период с декабря 2016 года по 30 октября 2019 года, а также был выбран новый председатель профсоюзной организации «Смотрим». В Казанском федеральном университете прошла шестая отчетно-выборная профсоюзная конференция, посвященная обсуждению основных задач профсоюзной организации. На конференции присутствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он отметил успешное достижение работы профсоюза по повышению благосостояния преподавателей и сотрудников. Поставил задачу добиться выполнения всех пунктов коллективного договора, способствовать повышению зарплаты, пособий и других материальных выплат. Средняя зарплата, вы знаете, она сегодня по меркам нашей республики немаленькая. Мы на уровне 213% от средней по экономике. Это более 74 тысяч рублей. Я думаю, этот год мы увеличим эти параметры, поскольку все равно в любом случае заработная плата, его базовая часть является основной для того, чтобы университет стал привлекательной организацией для трудоустройств. Профсоюзная конференция постановила, что за отчетный период профсоюзный комитет проделал определенную работу по выполнению задач, поставленных предыдущей конференции. Председатель профсоюзной организации отметил основную задачу профсоюза и выделил главные моменты деятельности правкома. Задача профсоюза – это работа по достижению социального партнерства между администрацией, работодателем и коллективом работников. Также на профсоюзной конференции переизбрали председателя правкома. Им снова стал Евгений Струков. Дарья Курмышкина, Ленар Довлетьяров, Универньюс. В стенах Казанского федерального университета прошло совещание по вопросу создания в Республике Татарстан Центра по изучению редких видов кошек «Снежный барс». Подробности смотрите в сюжете. Республика Татарстан была выбрана в качестве площадки для строительства питомника для семейства кошачьих. 29 октября в Голубом зале Казанского федерального университета прошло совещание по этому поводу. Центр будет называться «Снежный барс». Он предполагает изучение редких видов кошачьих. Речь идет, конечно, не о домашних питомцах, а о таких видах, как амурский тигр, дальневосточный леопард, рысь, снежный барс и другие. Надо сделать центр, где и снежного барса надо изучать, и другие виды кошек. Начинать надо, естественно, с редких видов, в первую очередь с тех, которые живут на территории нашей страны. А ученые, которые должны с ними работать, понятно, что в первую очередь должны быть ученые нашей страны, и особенно из Татарстана, поскольку центр здесь находится. Но не только. На мой взгляд, это должен быть центр, в который можно будет привлекать ученых и из-за рубежа. Сейчас решается вопрос, где строить подобный центр. Такое место должно удовлетворять многим требованиям. Это и подъездные пути должны быть нормальные, и электричество должно подходить к этим местам. Это должно быть достаточно изолировано с точки зрения наличия поселений, с точки зрения сельского хозяйства. Должен быть совершенно такой разнообразный рельеф такого места, с тем, чтобы можно было содержать животных разных экологических групп, и степных, и лесных, и других. Центр будет представлять собой большой комплекс с определенной инфраструктурой, которая обеспечит содержание животных и наблюдение за их поведением. Предполагается, что центр будет выполнять сразу несколько функций. Вот вокруг этого центра должны быть объединены, как мне кажется, целый огромный спектр лабораторий, научных институтов, университетов, которые и проводят исследования на этих видах кошек, и готовят специалистов, которые будут с ними работать, и студенты выполняют свои дипломные работы, курсовые работы, и аспиранты выполняют кандидатские свои работы. Не случайно совещание проходит в стенах Казанского федерального университета. Специалисты Open Lab – генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с Казанским зооботаническим садом как раз разрабатывают генный препарат для регенерации тканей после травм у кошачьих. У них уже имеются успешные результаты. Необходимо исследовать геном хищника, разрабатывать новые методы ветеринарной медицины для того, чтобы помогать при лечении редких исчезающих кошек. Планируется, что данные разработки будут использоваться в Центре по изучению редких видов кошек «Снежный барс». Анна Глазунова, Леонард Авлитяров, Универньюз. Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве является точное земледелие. Исследованием данной технологии занимаются в Институте экологии и природопользования Казанского федерального университета. О преимуществе и силе точного земледелия расскажем в следующем сюжете. Современный мир, каким мы его знаем, во многом стал возможен благодаря революции в сельском хозяйстве. Технологический прогресс значительно увеличил производительность труда в этой области. Развитие на этом не закончилось. Находятся все более современные методики повышения эффективности отрасли. Одной из самых важных технологий является точное земледелие, исследованием которого занимается в Институте экологии и природопользования Казанского федерального университета. Это дифференцированное, сверхточное внесение минеральных удобрений в зависимости от реальной потребности растений в элементах минерального питания. Вот эти работы мы начали с 2015 года, когда у нас был заключен хоздоговорной проект с Северным Казахстаном. В этот момент мы как раз начали заниматься агрохимическим обеспечением внедрения этих систем. Система точного земледелия включает в себя сверхточную GPS-навигацию, сенсоры параллельного вождения, агрегаты, которые помогают раздельно вносить минеральные удобрения, а также карты заданий. Мы как раз занимаемся агрохимическим обеспечением, то есть вот этих систем точного земледелия, и создаем эти карты задания. Карты задания, они создаются на основе интерполированных карт, но с применением математического аппарата, с применением математического моделирования. Ну и они как раз таки позволяют более точно вносить минеральное питание растений. Целью точного земледелия является получение максимальной прибыли при условии совершенствования сельскохозяйственного производства, экономии и хозяйственных природных ресурсов. При этом открываются реальные возможности производства качественной продукции и сохранения окружающей среды. В 2019 году наша кафедра выиграла грант, он междисциплинарный грант РФФИ, фундаментального научного фонда, который как раз касается технологий цифрового земледелия, то есть внедрения точного земледелия в хозяйствах нашей республики. В этом же году кафедра почвоведения выиграла грант Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, который также касается агрохимического обеспечения технологий, а также внедрения методов цифрового земледелия. В хозяйстве Республики. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета прошел республиканский форум «Бизнес для города. Город для бизнеса». Подробности далее. В Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета прошел республиканский форум «Бизнес для города. Город для бизнеса». В нем приняли участие предприниматели Республики Татарстан, а также студенты и сотрудники Казанского университета. В наши дни очень важно выстраивать эффективное взаимодействие между властью и бизнесом. И поэтому это мероприятие посвящено именно диалогу, который может оказать дальнейшее важное сотрудничество и понимание между бизнесом и нашими органами власти. В рамках форума обсуждались ключевые направления развития городского предпринимательства в Татарстане, а также проблемы предпринимательства и поиск рыночных ниш, которые еще не освоены бизнесом. Форум, который звучит у нас как бизнес для города, и действительно это очень значимая характеристика, потому что мы понимаем, что здесь двустороннее движение, это очень обязательная история, потому что, с одной стороны, в бизнес развивают город, с другой стороны, город является тем идейным вдохновителем его пространства, его угрожания, его потребности, его задачи, для того, чтобы создавать новые идеи и, соответственно, реализовывать свои проекты. На форуме с докладами выступили глава Московского и Кировского района Казани Сергей Миронов и координатор Центра прикладной урбанистики Казани Мария Леонтьева. Кроме того, участникам форума рассказали свои истории успеха приглашенные предприниматели. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.